Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня у нас будет видео вопрос-ответ. Я в инстаграме, как всегда, делаю посты, приходят ваши вопросы. Я с удовольствием отвечу на них, потому что скоро Новый год, в этом году. Уже пора бы сделать вопрос-ответ. Много событий всяких разных было, что-то будет для кого-то в новинку. Часто вопросы повторяются, но есть перемены, есть новые вопросы. В общем, я с удовольствием сейчас на всё это дело отвечу. И перед этим хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Создаю вам такую классную атмосферу, настроение новогоднее, хорошее. У меня прям уже в последние дни всё ближится, ближится. Правильно говорю слово? Близится, близится новогоднее настроение. И вот с каждым разом замечаю, что даже видео по-другому как-то снимаются. Итак, первая, Вебер, Анастасия, задаёт вопрос. Как решилась выставить фотографии с мужем? Мы уже и не мечтали его увидеть, а тут бац! Да, кто не знает, я начала выставлять потихонечку фотографии с мужем. Но не совсем прям так, чтобы я их прям начала выставлять. Прям вот бац, вы их увидели. В общем, не совсем 100%, я его прям выставляю, да, в таком понимании классическом. Но, тем не менее, фотографии есть. Поэтому, кто не знает и кто мечтает увидеть хоть немножечко одним глазком моего любимого, то, пожалуйста, добавляйтесь, подписывайтесь на мой Инстаграм. Там, конечно, больше всего интересного. А как решилась? Да никак. Ну, просто вот я почувствовала, что можно, что хочу, что хочу и можно. И поэтому выставила. Будет ещё, обещаю. Ксюнечка задаёт вопрос. Селена, смотрю тебя очень давно с твоей беременности. Ты очень интересная личность. Многое из твоих слов подчерпнула для себя. Скажи, пожалуйста, какие слова или совет от кого-то настолько сильно на тебя повлиял в хорошем смысле, что ты пользуешься им всю жизнь? Есть такое? Вообще очень сильно и серьёзно повлияло на мою жизнь эта встреча с буддийским взглядом. Я серьёзно вам говорю, это даже, я не знаю, это даже, даже если сказать, мой друг там сказал какие-то слова, или мой учитель сказал какие-то слова, но всё они говорили через буддийский взгляд. Это слова буддийского взгляда, это слова Будды. Они вневременные, они абсолютные, они просто невероятные. Слова настолько глубоко мудрые, которые просто одним словом могут что-то невероятное создавать в тебе, менять всю твою жизнь, просто поворачивать на нереальное количество градусов твой взгляд и вообще всё это, если у тебя с этим есть связь. У меня с этим взглядом есть связь и очень крепкая, поэтому на меня так всё это сильно повлияло и всё это в моём случае работает. И весь этот буддийский взгляд, вся эта философия, она вся полностью изменила мою жизнь. Но элементарные слова, как, например, слова, что нет ничего постоянного, всё течёт, всё меняется. Казалось бы, простые слова, но если глубоко в них как бы проникнуть, если попытаться осознать, обратить внимание на всякие такие вот вещи, что реально всё меняется, нет ничего постоянного, чтобы мы могли удержать, да, чтобы не могло разрушиться со временем, да. И даже элементарные, ну как бы наша жизнь хрупка, вещи как бы создаются, разрушаются, что-то теряется, любовь проходит. Да и вообще, что происходит после того, как мы умираем? Остаётся ли всё это, когда мы умираем? Мы не знаем. И это очень, это очень крутой взгляд, и он просто мою жизнь меняет, потому что меняет до сих пор, потому что я живу этим взглядом. Следующий вопрос, интересно, задаёт Элис. Какие хорошие качества ваш сын унаследовал от мужа? А может, есть какие-то бесячие качества? Ой, ну, бесячих качеств пока нет, не проявляются. Ну, таких особых прям бесячих качеств, я даже не знаю, вот задуматься, бесячие качества, что прям меня бесило. Но это в моменте может быть, это может бесить тебя и человека, у которого нет бесячих качеств. Он может тебя бесить просто потому, что ты бешеная внутри, да? И тебя что-то не устраивает, ты что-то там не успеваешь, да? Человек просто может подойти, что-то спросить. Это же не значит, что у него есть бесячие качества, да? Поэтому скорее бесячих качеств, я не знаю, что за бесячие качества. Даже сейчас, не знаю, надо сильно сосредоточиться, чтобы вспомнить, а может, их и нет, поэтому так сложно. Ну, все мы не идеальные, да, есть какие-то у всех моментики. Вот, а хорошего очень много в моем муже, и что Денька перенял? Ну, пока очень сложно сказать, потому что он маленький еще, и он добрый мальчик, открытый, понимающий. Ну, не знаю, это очень сложно сейчас сказать. Пока что еще не проявляются какие-то такие, знаете, прям вообще качества, потому что в моем муже нравятся мне качества такие, которые, блин, не встретишь в каждом взрослом, они такие более осознанные, что ли, да? И в ребенке сложно их, наверное, еще пока что разглядеть. Вот, поэтому пока сложно сказать, но я думаю, что все прекрасно, и он от него переймет. Следующий вопрос от Куприянова. Вы в положении? Спрашивает она. Нет, я не в положении. Мария задает вопрос. Селена, смотрю вас давно и восхищаюсь вашим богатым душевным миром. Спасибо. Вы мне близки по духу. А вопрос такой. Как научиться читать людей по их поведению, разговору, манерам общения, чтобы понять, что за человек перед тобой? На сегодняшний день я могу сказать, что это, наверное, только опыт. Но не каждый человек, ну, не только опыт, потому что одного опыта недостаточно. Мы знаем очень много взрослых людей, которые прожили жизнь, и все равно людей не знают, как говорится, да? Вот как-то у них узко так пошло все. То есть это должен быть человек, то есть в первую очередь опыт, плюс развивать внутри. Во-первых, желание должно быть, уметь читать людей, да? Обращать внимание на многие вещи. А значит, надо развивать качества какие-то, да? То есть внимательность очень важна. Когда вы общаетесь с человеком каким-то, вы должны быть внимательны. И чем больше у вас собирательный такой момент, да, что вы обращаете внимание на то, на это, ну, анализируйте внутри, не делайте выводы пока. Вам нужно очень много опыта набраться, проанализировать несколько таких людей. То есть если, допустим, у вас есть один опыт, да, какой-то, и вы там делаете вывод, да, что если человек себя ведет вот так вот так, значит, он, короче, такой, все. Но чтобы быть более в этом смысле, более как бы точно, да, более наверняка клеймо, что ли, такое поставить, да, человеку, ну, как бы я имею в виду, в какую-то категорию его засунуть, вам нужно как минимум с десятью такими одинаковыми пообщаться, у которых общая эта тема, да, и увидеть, а следует ли это, что у них еще и вот это, и вот это общее, да, как, например, даже знаки зодиаки, знаки зодиака. То есть а все ли львы одинаковые, да? А каких мы львов встречали? И мы можем, как бы, если мы одного льва встречали, мы на основе него только и говорим, да львы, они все вот такие, вот такие, да нифига. А вот пообщайся с этим львом, а вот с этим львом, а взрослый лев, а ребенок лев, а мужчина лев, а еще кто-то лев, а творческий человек лев, а начальник лев, а подчиненный лев, понимаете? И когда мы имеем вот, как бы, такой опыт общения со всеми, когда мы внимательны, обращаем на это внимание, потому что нам это интересно, тогда появляется вот это вот умение читать людей. Соответственно, я вам сказала сейчас только о львах, да, там, но, к примеру, знаков зодиаков много, да, а зодиак, как правильно сказать, не пойму, много разных людей, много разных профессий, поэтому просто нужен большой, богатый опыт, желание понимать людей, и, конечно же, внимательность. Внимательность, она развивается. И Юлия, наверное, задает вопрос, когда в планах поездка. Девочки, поездка в Белоруссию у нас будет в начале января, я уже говорила об этом влоге, я могла бы поехать в декабре, документы готовы, которые мне нужны были, и в декабре просто очень много суеты, много чего надо сделать, много планов всяких разных, мне нравится так вот моя, вот эта вот штучка, только я люблю, когда вот так поднято все. Вот, и мы решили это все перенести на январь, да, мы поедем в январе, поеду я не одна, и, в общем, будет очень весело, я думаю, все увидите потом. Немного интриги на канале. Лека Дементьева задает вопрос, так что вы решили насчет второго ребенка? Нет желания или здоровье не позволяет? У меня нет желания, здоровье все вроде нормально, я не жалуюсь, но я просто не готова морально, я думаю, что тянуть второго ребенка мне бы хотелось моему любимому Денечке дать столько, сколько я могу по максимуму, но даже я вот стараюсь и понимаю, что я недовольна собой, я недовольна собой, я хочу давать больше, вот, поэтому, ну, как бы, вообще желание детей в первую очередь должно возникать от того, что ты хочешь дать ребенку, да, не просто для, ну, как бы для чего, да, не просто для того, чтобы, ну, чтобы была большая семья, я немножко все-таки думаю о том, что, а что я смогу дать, да, да и могу я, в принципе, дать, я и могу, может быть, дать, да, и образование там на ноги поставить, а что от меня останется? А смогу ли я качественно это дать двоим? Или попробовать хотя бы для начала дать одному? Я и так, как бы, с одной стороны уверена, с другой стороны не уверена, иду этой материнской дорогой, вот, но стараюсь, во всяком случае, ну, я просто не готова, не готова, ни физически, ни внутри как-то не готова ко второму ребенку. Елена задает вопрос, расскажи, как совмещала материнские обязанности и работу в первый год сына? Помогали ли тебе родные? Моему ребенку три месяца, я ничего не успеваю по дому, не говоря уже о работе, помощи нет ни от кого. И еще вопрос, как достучаться до мужа, что ребенок, хоть и маленький, ему тоже нужно его внимание, а маме помощь. Вечером приходит с работы и сам даже не подходит к нему, а если попросить посидеть, идет с таким видом, что лишний раз не хочется просить ребенок первый у обоих и планируемый. Так, по поводу того, как справлялась, конечно, мне очень помогала моя мама. Первое время, она вообще там последние месяцы беременности, когда я уже не могла живутся вытаскать, она все время со мной была, она прям переехала ко мне на время. Вот, потом первое время она мне очень помогала, потому что я тоже как бы не знаю, но я очень быстро почувствовала, что я мать, и это мой ребенок, и я лучше знаю, как и что нужно. Поэтому мама, она со мной побыла, вот когда мне было тяжело, и буквально там первые дни как бы я ей сказала уже, что мамуль, все нормально, я справлюсь, я чувствую, я чувствую, что все, я на своем месте, я знаю, что делать лучше. И все, и она с удовольствием поехала отдыхать домой. Вот, но она мне очень помогала, и потом, когда уже более-менее там ребенок слез с груди, да, и я начала выходить из дома, конечно, без мамочки было бы очень тяжело, она мне помогала, за что ей большое спасибо. А что касается второго вопроса, как достучаться до мужа, слушайте, тут, я после того, как прохожу сейчас, да, на специалиста коуча, я поняла, что, вот, вот все чаще, я и так это знала, да, что не все так однозначно. Вот вы написали мне сообщение, да, вот так, вот так, вот так, вот так. А если начать разбираться, что может быть совершенно все не так, поэтому даже не то, что все и не так, а да, и все и не так. Начинаешь задавать вопросы, а оказывается, вот здесь нюансы, вот здесь нюансы, и ты сам уже смотришь на эту ситуацию по-другому, и, в общем-то, и может быть, ты уже виновата в этом во всем, да, деле, а может быть, и не в этом вообще дело, в принципе, не в муже, но то, что что-то вас не устраивает. Поэтому даже не хочу давать какой-либо совет и свое видение этой ситуации, потому что непонятно, с каких эмоций было это написано, да, какие условия были для того, чтобы это написать. На самом деле все может быть совершенно по-другому, поэтому сейчас я с осторожностью даю какие-либо советы. Я просто вижу, что здесь не совсем все однозначно. Очень много вопросов возникает, да, как у коуча будущего. Поэтому не хочу. Мало ли, что испорчу сейчас. А сделаю выводы, а совершенно, ну, как бы сделаю выводы, сделаю какие-то слова, да, скажу, а оно все совершенно будет не туда, потому что там основа совсем не та. Кристина задает вопрос. Совсем недавно тебе не хватало воздуха, а ты рассказывала, что не протохнуть порой. И все прошло, как с этим справилась, что это было, с чем связано. Это все были панические атаки. И как только, ну, когда остро стоял у нас вот этот вопрос, да, всеми, вот эта вот пандемия, все дела, конечно, когда телевизора много смотришь, когда об этом все вокруг говорят, это не можешь, это никак исключительство в твоей жизни, так или иначе, оно все это дело влияет. И у меня начались панические атаки, они были прям бессознательно как-то, понимаете. Я всячески не хотела ничего этого слушать, но оно все шло ко мне, в голову, и сложно было остановить. Я столкнулась с этим впервые, проходила какие-то медитации, но плюс основной момент, мне кажется, что повлияло именно такое, мы как будто привыкли уже. Мы уже забыли, мне кажется, как было до. Настолько это все тянется долго, этот масочный режим, я реально уже забыла, как было до. Реально мы спокойно и не думали об этом, жили. Поэтому мне кажется, как только это встало все в какой-то такой момент, что мы уже начинаем привыкать, и уже как бы меньше об этом говорят, меньше какой-то суеты происходит, как будто чуть подуспокоились, и уже как будто с этим живем, и панические атаки меньше стали. То есть я реально стала меньше нервничать. Но я замечаю, что иногда это возвращается, какая-то паническая атака, но я стараюсь с ней быстро, как бы быстро, так знаете, так быстро совладеть, опять же, благодаря медитациям, отвлечениям, о чем-то другом думаем. Но всегда это случается после того, как что-нибудь мне кто-нибудь расскажет, или я какой-нибудь пост вот это вот увижу, или по телеку, что я не смотрю, не включаю даже, не хочу ничего знать. Вот хочу жить вот в своем мире, и все. В нем хорошо и без паники. Начинаешь, блин, только что-нибудь где-то услышишь, думаешь, блин, какой кошмар. Не хочу ничего знать. Гульнара задает вопрос Селена, какое твое самое советное желание, чтобы оно исполнилось? Планируешь ли ты в следующем году на море отдыхать? Хочешь ли ты внести что-то новое в свой канал? В свой канал хочу что-то новое внести, периодически вношу, смотрю на вашу реакцию, пока ничего не пойму, что вам хочется смотреть, что вам нравится, и пока что нащупываю, но экспериментирую. Мы обязательно что-нибудь интересненькое найдем, и вас развлечь, и что-то я в поиске. Конечно, хочу. Самое заветное желание, чтобы оно исполнилось, это чтобы все мои желания исполнялись. Быстро. Сразу. Не успела я о них подумать, а они исполняются. Все. Вот такое мое заветное желание. И планируешь ли ты в следующем году на море отдыхать? Я всегда планирую отдыхать на море, а там уж как получается. Вопрос Ольга задает. Вопрос, по которому ты сильно переживала. Разрешился? А это, наверное, вопрос по поводу того, что вот у меня были сняты отдельные видео, что я переживаю по поводу близкого. Сам вопрос не решился. Он остался таким же, как и был. Просто немножко внеслась ясность. Стало легче. И, наверное, уже смирились. Так можно сказать. Смирились. Очень щепетильный вопрос, поэтому говорю о нем немного. Ирина задает вопрос. Какое самое счастливое событие произошло у тебя в этом году? И какое событие тебя выбило из колеи и принесло грусть, печаль и, возможно, боль? Вот как раз-таки предыдущий вопрос, о котором я говорила. Было некое событие, которое просто... Ну, просто вообще, да. Выбило из колеи, и я в шоке, и вообще неожиданно, и такие эмоции я не испытывала давно. И просто трэш-ппэш. Вот что я могу сказать. Выбило, выбило, выбило. Но жизнь продолжается, все продолжается. И также на благо всех своих близких мы должны продолжать работать, продолжать держаться, продолжать быть сильными, что мы и делаем. Это касается, что ситуации, которая выбила из колеи меня. И самый счастливый момент тоже в этом же году. Примерно все это связано. Вот. Тоже о нем не могу говорить. Вот так открыто, да. Но было такое невероятное событие. Очень долгожданное оно случилось. И это было круто. Таинственная Селена, как всегда, да. Привет, Селена, какие планы в новом году? А для этого будет у нас отдельное видео. Мы подведем итоги и составим новые планы на следующий год. 31, наверное, числа я видео это выпущу. Настя задает вопрос. Привет, с наступающим. Спасибо вас. Вопрос про квартиру. Планируешь ли еще расширяться, или эта квартира тебя полностью устраивает? Много ли еще осталось платить за ипотеку? За ипотеку осталось платить еще столько же. Я сильно там не занимаюсь переплатой. Я чуть-чуть переплачиваю, да, как бы чуть сокращаю срок. Но мне кажется, что пока что сумма стоит на месте. Я еще пока что не вижу каких-то серьезных уменьшений таких, да. Потому что сейчас у меня получается там, сколько, 70% я, 70%. Это у меня идут проценты оплаты, да. И только чуть-чуть идет на погашение долга, там, сколько, 10 тысяч, что ли, на погашение. Или 9, даже, или 8. На погашение долга, там, больше 20 идет на проценты. Поэтому я не вижу, как проценты забирают. Я вижу, как только минус 8 тысяч из 2,5 миллионов, к примеру, да. Вот. Поэтому это совершенно незаметно. Расширяться в ближайшее время я не планирую. У меня этой квартиры за глазом, мне ее много. Убирать здесь не успеваю. Блин, в одной комнате уберешь, в другой уже бардак. Она очень большая. Вот. Но в будущем я бы хотела дом, конечно. Вот. Но пока нет, не в ближайшее время. Меня полностью все устраивает. Что думаешь по поводу расследования Собчак о инфо-цыганях? И кто-то... А, вот еще, да. Эдель Вейс тоже задает привет. Смотрели новое видео Собчак об инфо-цыганях, как относишься к тому. Что коучи она тоже отнесла к ним. Вот. Хотела на этот вопрос ответить. Я не смотрела это видео, если честно. Инфо-цыгане, я так понимаю, даже не пойму, о чем речь. Но я думаю так, да. Поправьте меня, если не так. То это люди, которые, ну, берут информацию, которая и так в открытом доступе вся, да. И просто ее там адаптируют под себя и просто продают. Ну, то есть зарабатывают, грубо говоря, на воздухе, можно сказать, там, да. Вот. Но в целом, вы знаете, в целом, да, если глубоко копнуть, там, раздуть эту тему, да, инфо-цыгане. Берут информацию и продают. Ну, блин, если это… Если, конечно, человек такой раз, ничего не получил с этого курса, да, такой, ему не понравилось, да, и никак не вдохновился, никаких результатов. Не знаю даже, как этот момент оценивать, если честно. Но мне кажется, как минимум, просто структурированная информация, а еще если она подана своим любимым человеком с вдохновением, да, и даже одни и те же вещи, да, мы пользуемся, блин, информация кругом. Мне кажется, это настолько вообще какая-то элементарная вещь, чего к ней цепляться. Ну, да, человек взял какую-то информацию, подстроил ее под себя, продает. Вот, продает он людям, которые… которым нравится этот человек, с которым они хотят вместе пройти какой-то путь, да. Даже, допустим, даже, не знаю, там вот кто-то продает, там, курс «не есть вместе сахар», да. Да я могу взять и не есть сама сахар, да, но мне хочется подключиться к блогеру и вместе с ним две недели не есть этот сахар. Что-то она мне будет говорить, может быть, из того, что я знаю, но это будет говорить мне она, это будет меня вдохновлять, и вот как-то так это работает. Это что касается, вот что я думаю, что такое инфо-цыгане, да, там, или курсы какие-то продают, там, да, то же самое. Берут информацию, делают структуру, все тебе понятно, разный по-разному заворачивает, подает все это. Но если это подают все в одном комплексе, тебе не нужно тратить время куда-то что-то искать, то почему нет? Конечно, бывают баснословные деньги за все это берут, иногда думаешь, блин, страшно. Но опять же, это настолько все относительно, что ты хочешь получить, где ты еще можешь это получить, или только здесь, за такие деньги. Ну, то есть каждый сам для себя решает. Здесь, не знаю, вопрос к индивидуальности, а не к тому, что продается. Полно самых разных людей в мире, да, полно кучи информации, куча всего продает, куча разных товаров. Но только от нас зависит, что мы покупаем, к чему нас тянет, да, и как мы со всем этим взаимодействуем. Поэтому я бы здесь вот обращалась только к каждому человеку. Что касается коучинга, то это вообще какая-то другая область. Коучинг я вообще отношу к психологии. Я сама сейчас обучаюсь на коуче. Я сама прохожу коуч-сессии, потому что мы отрабатываем практику. Я прохожу коуч-сессии, я понимаю, что это такое. Здесь как бы инфо-цыгане, инфо-цыгане тут вообще как бы и рядом не стояли, да, если называть. Вот, брать какую-то информацию и раскладывать. Тут реальная психология. Психолог порой, вы знаете, даже может как помочь, да, приходишь ты к психологу, психолог просто тебя выслушал, блин, и уже сработало, понимаете. Бывает, людям просто не хватает, чтобы их выслушали. А коучинг — это такая очень интересная вещь, которая... Я вот сейчас замечаю очень много людей, которые прям нуждаются в коуче, да, в коуч-сессии. И когда у людей в голове каша, просто каша, у них есть... Это вообще просто для коучера, да, для коучера, коучина, коучинга, коуча. Есть в голове каша, люди не могут вообще структурировать, что у них в голове. Они не могут понять, что на первом месте, что на втором, что на третьем. Вроде можно сесть вот так записать, всё, ну, блин, оно не работает. Видимо, нужно копнуть глубже. Видимо, нужно обратить внимание на какие-то вещи, на которые ты не можешь сам обратить внимание. надо чтобы обратили туда твое внимание для этого нужен специалист который будет с тобой работать и обращать твое внимание туда куда надо вытаскивать из тебя весь твой пациент потенциал все твои возможности все твои знания вот и мне кажется коучинг это реальная психология просто она работает так более что ли бережно более бережно более что ли точечно да то есть мы с какими-то запросами конкретными можем проработать прям сессии да прям по полазить подсветить мне очень нравится и это совершенно не инфо цыгане не ты ничего не продаешь какой воздух продаешь ты помогаешь человеку заглянуть в себя и поднять взрыхлить как бы землю у себя внутри до поднять на поверхность то что у него там загрунтованное он никак не может до этого сам добраться додуматься нужен специалист рядом поэтому я не знаю чем там речь я конечно посмотрю будет время мне кажется это наверное просто не знают кто такие коучи никогда с ним не сталкивались вообще и может быть от незнания куда-то туда это все запихано было ставочка небольшая уже после того как я сняла все это видео я посмотрела видео собчак про инфо цыгане и мне захотелось все таки после просмотра дать свой отзыв что я думаю по этому поводу во первых все это видео название такое кричащие инфо цыгане обман мошенничество все дела первых я смотрела это видео и оно у меня не вызывало внутри никакого ужас что происходит как нас обманывают как вот я вижу что пытаются подать это да что вот раскрытие вот оно что творится то есть вообще абсолютно ровно посмотрела это видео со многими моментами я и даже и не согласна то есть единственное что в этом моменте было ну чего может быть я как бы я знала да но вот здесь оно как бы осветилось в том плане что но не очень конечно хорошо когда хотя с другой стороны в том что люди создают какие-то курсы да которые хотят замотивировать людей что-то им показать куда-то их привести возможно эти люди говорят опять же одни и те же вещи которые там в книгах там есть да тот же вот привели там эту книгу секрет да это изумительная книга но изумительная ее привели в пример как что что как я поняла ничего ничего интересного в этой книге нет опять же ну то есть все непонятно и необъяснимое к свести к тому что люди говорят просто какой-то бред да я с этим не согласна я проходила марафон блиновское желание мне очень понравилось мне очень понравилось и я допустим результаты увидела какие-то то есть какой может быть не все что там не все мои желания по списку хотя бы найти этот список надо бы да он где-то у меня кстати может быть записан и проверить может быть что-то уже сбылось я тоже не помню но самое главное что запустился механизм какой-то веры в себя что я буквально через два месяца так как и планировала в желании я купила эту квартиру даже даже в ипотеку но я раньше помыслить об этом даже боялась запустился какой-то процесс я не могу сказать что она мошенница какая-то да потом я начала там другие марафоны проходить ну как то уже подустала неинтересно но определенные должны совпасть условия да и все она сработает я думаю многие другие работают по тому же принципу то что это все влияет вот как они запускают да то есть немножко такой хитрый момент да какой-то такой вроде момент обмана кажется в тот в том месте что когда типа подогревают аудиторию да когда приглашают каких-то актеров когда на самом деле этого нет да в тот момент когда там не знаю человек там болеет может быть правда там звонить родным и так далее так далее человек вот там запускает свой курс какой-то да то есть играет на каких-то моментах и думает о здесь шикарно было бы курс свой запустить но дело в том что курс может быть и есть да и курс полезны можно было бы его продавать без всего этого но вот так вот реклама как работает все то же самое любая реклама которую мы посмотрим если люди разбираются в этих вещах да как это работает вообще реклама там одни психологические приемы которые нас заставляют брать тот или иной продукт реклама везде и реклама это терапия психология через психологии через наши страхи эмоции так далее все это на нас влияет инфо цыгане это не что-то новое ну вот тебе пожалуйста подогрев подогревают аудитории кто-то просто говорит я создал курс покупайте да там и покупают а кто-то подогревает вот так вот это делает ну да не очень это честно если если это актеры если это специальная какая-то поездка на бали в кредит до дабы то есть если ты показываешь жизнь которой у тебя нет демонстрируешь да и как бы и вы так сможете как у меня но у тебя такого нет то это не честно вот это это не честно да это вот вот этот момент мне не понравился вот тогда если это делают люди то это не честно если все то же самое но честно то я в этом ничего плохого не вижу я с удовольствием бы послушала о чем говорит человек если он там не обманывает да если он там не обманывает этом марафоне в своем да действительно делится каким-то своим опытом своими взглядами что-то там вот в структуру все это ввел и он действительно все это имеет и действительно он был допустим да там из какой-то неблагополучной семьи да без денег без всего и вот так вот вырос интересно послушать путь вообще это всегда интересно слушать путь людей как они поднялись почему я об этом говорю потому что ну я сама такая вот когда начинает говорить о том что вот начало смеяться там вот квартира там я живу дра-ля-ля я как-то сразу на себя блин ну я могу тоже показать как я жила вот раньше да и как я живу сейчас и как бы действительно путь нужно было пройти определенный путь нужно было работать над собой читать какие-то книги встречать каких-то людей проживать свой опыт и только сейчас только сейчас я ну как бы я начинаю понимать что это это действительно какие-то неуловимые вещи и каждый пытается этим поделиться виктория боня там не знаю как то даренко это даренко у меня особое такое какое-то отношение например виктория боня мне она как бы нравится очень много то что она говорит мне импонирует к примеру да и люди порой бывают говорят какие-то такие вещи да которые блин может быть не готовым умом реально ты это еще и не поймешь потому что это реально какая-то магия я раньше тоже была такая девчонка которая вот тупо блин расскажите мне а вот как вот это сделать или как найти свое дело и буквально не так давно каких-то там 7 лет назад у меня не было любимого дела у меня такое ощущение не было предназначения не было какой-то миссии да там вот в жизни моей я ничего не понимал для чего я живу какой смысл понимаете но когда ты стремишься идешь и идешь ты на курсы какие-то психологические тренинги и всегда ты найдешь где это во всем этом свое что-то тебя откликнется ровно то к чему ты готов поэтому я не вижу в этом ничего плохого в этих вещах если тебе где-то внутри куда если на что вот да ну хорошо бы отличить вот этот вот вот этот нечестный момент где действительно у людей ничего нет и они вот создают вот хотя может быть в том курсе действительно есть что-то ценное и полезное действительно что именно те кто-то послушает и скажет а ерунда фигня там бешеные деньги стоят ничего там интересного не да а кто-то раз и блин повернется у него там потому что он готов к информации какой-то не знаю все это так короче неоднозначно есть вопросы нужно разбираться в каждом да моменте вот это но вот эта идея когда у вас там ограниченное количество места тоже недавно видела у не помню тоже из дома 2 девочка анастасия тоже она такая там чуть ли не пять тысяч заявок или полторы тысячи заявок я не помню а их только тысячами будем отбирать там короче кому-то отказывать вот такой я такая думаю ой ну я не поверила как бы у нее там может быть марафон прикольный это как думаю неделя без сахара по-моему или две недели без сахара думаю это реально круто можно похудеть но и она такая прикольная там заряжает как бы можно было с ней вместе да чё бы она там говорила как-то подбадривала да вот прикольно было бы пройти я он там недорого стоит там не знаю 990 рублей что ли но я такая думаю почему тысячи человек какая разница сколько человек тысячи или там полторы ну стало прямо интересно такая думаю вот я бы вела там и курс думаю наверное это специально сделано для того чтобы вот как бы типа не верю я в то что ограничено это что они могут заработать и они говорят извините не в этом году или только раз в год я делаю там или я не продаю свой марафон да ты создал продукт какой-то который ты просто даешь он уже готовы твоего присутствия там особо не нужное понимаете там твое присутствие непосредственно нужное ты там не можешь тебя времени нет там да энергозатратно очень ты его там раз в год делаешь когда ты создал какой-то продукт и твоего участия там почти нет какая разница сколько людей тысячи или полторы я не понимаю этот момент да и если ты делаешь раз в год и только в следующем году или через десять лет будет курс то есть тоже не понимаю не верю не верю просто но но можно было бы уточнить не сто процентов я говорю что там это обман вот а слова коуча вообще не поняла сначала что там применили там три раза только сказали коуч 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 я сейчас зашла в википедию чтобы понять вообще что такое коуч потому что то где я учусь да у нас ну коуч это просто от это просто человек который приводит тебя из точки а в точку б как там было много раз сказано да вот это то есть ты приходишь с запросом и коуч тебя как бы приводит в желаемое ну как бы в твою точку которую ты хотел но методы да разные бывают и мне очень нравится тот метод которому я учусь метод я вам сейчас здесь приоткрою чуть-чуть да метод в том что вот коуч да техника которой я учусь мы не даем советы то есть мы не даем советы мы задаем вопросы мы задаем вопросы просто знаем какой вопрос задать как его задать куда нужно идти в каких моментах да и все это делается по технике определенной и человек он сам то есть мы ничего не говорим не направляем ничего не внушаем не говорим никакие советы мы просто задаем вопросы те где человек начинает углубляться себя внутрь доставать какие-то вещи обращать внимание на какие-то вещи на которые он никогда не обращал внимание как бы ты взрыхляешь взрыхляешь вот какой-то вот внутренний момент да и как будто какие-то вещи которые прятались где-то они выпаливаются на поверхность о чем ты даже никогда не задумывался и в этот момент иногда приходит не иногда часто да приходят какие-то инсайты понимание но тебе коуч ничего не говорил он просто задал тебе правильный вопрос вы знаете что иногда вопрос правильно заданный может вообще и жизнь твою поменять да просто ты живешь 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 а кто-то тебе задает а для чего ты живешь какой смысл твоей жизни и все вот никогда человек об этом не думал о смысле жизни представляете жил жил и все после этого его жизнь поменялась потому что начинает думать а для чего он живет а какой у него смысл жизни и от этого вопроса от этого ответа что он себя задает у него начинается меняться все направление в его жизни то есть один правильно задавшийся вопрос какой-то может очень многое в тебе поменять вот и как бы я сейчас не поняла вообще куда там коуч она вставила но там типа тоже типа коуч это человек который просто тебя ведет из одной точки в другую точку которую тебе нужно но техники бывают разные и это вообще то о чем она говорила это никак не связано с тем коучингом и теми техниками психологии да которые как бы я занимаюсь в своем институте и которые нас учат вот поэтому это ко мне вообще никак не относится вот вот и все что я думаю по этому поводу то есть я не увидела ничего такого страшного кругом нас окружают вот это вот на обманывая психология игра игра с нашими страхами с нашими эмоциями с нашими желаниями это сплошь и рядом просто нужно уметь отделять как это там зерна от плевел да вот ну этот но видео снято вот так вот прям сейчас сейчас вот инфо цыгане там то все это треть не знаю мне кажется все равно там есть какая-то информация интересная полезная если она откликается и хочется туда пойти то можно пойти единственный вопрос тоже который еще это цена цена как бы есть какие-то завышенные цены такие я вот просто даже не иду думаю ну нафиг не верю что там это все есть а бывает вот можно раз прикинуть там ну действительно вот от экспертов да получаю или если ты с человеком реально прожил вот долго да то есть ты видел его как он начинал там да и ты видишь его рост видишь через что он прошел там всем делится если тем более это блогеры ведет свой блог да меня рассмотрите вы полностью знаете да от начала как я найти хотя бы не знаете как я жила да вот если вы еще с детства меня смотрели я была блогером да где в 11 лет я тяну вот это купите ей обувь то да вот но даже вот у меня есть курс до школа блогера где я делюсь своим опытом и вот я вам так скажу что если я создам вот этот подогрев создам вебинар которые вот эти все вебинары да создают сделаю все по вот этим вот правилам продажным то конечно мой курс разлетится а там реально я считаю очень очень ценные знания для будущих блогеров для людей которые вообще хотят с этим делом всем познакомиться которые даже иногда думаешь блин ну вот если бы я была таким человеком который раз зажал информацию да и не хочу там конкурентов каких-то блогеров себе не буду только я буду знать все это я бы и не создавала этот курс потому что я там всем делюсь понимаете всем 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 все что я знаю это очень цен но я понимаю что все равно нужно будет проделать огромную работу чтобы достичь того что я достигла да чтобы иметь какие-то возможности чтобы понять вообще твое это не твое уже нужно сделать большую работу и мне как-то хочется наоборот по доброте душевной а вдруг правда кто-то вот раз себя найдет вот в этом деле и как бы даю информацию то есть я не заработал не зарабатываю с этой школы блогера каких-то больших денег вообще вот просто для тех кому это надо но вполне себе могу сделать такой подогрев и сделать все это дело схему и продавать свой курс на вебинарах там и так далее может быть когда-нибудь я к этому и приду но пока просто другим занимаюсь энергию свою на другое трачу в общем вот такая вот вставочка про Ксению Собчак ничего короче особенного в этом видео я не услышала ожиданий было больше готовы переехать в Беларусь? в Беларусь нет во влоге ты говорила что светлые тона платьев для спокойных людей а я вся в энергии эмоциональная мои цвета красные яркие в итоге купила шампань что изменилось в твоем выборе я не помню когда я последний раз говорила о том что я люблю яркие цвета я вся такая яркая все меняется во первом да сегодня бьет энергия ключом и мне хочется все яркое потом я более спокойная мне хочется все более спокойное но вообще я вам так скажу что всегда я знала что мне мои цвета мне как-то сказал человек который вот он разбирается как-то в этом во всем он на меня посмотрел это еще было в москве еще до того как я начала вести влоги и он когда-то мне сказал твои цвета это бежевый и серый обрати на них внимание они тебе очень идут очень там что-то подчеркивают все у меня так это отложилось на всю жизнь поэтому всегда серый бежевый серый бежевый вот такие вот мои любимые цвета ну а в целом все зависит от настроения я яркое люблю и люблю спокойное ничего не поменялось просто платье которое я купила шампань оно на мой взгляд именно вот в том настроении в котором я была для чего я его убрала и этот фасон и реальность потому что то что мы видим на картинке да там красном классно мне было в красном платье классно мне было в зеленом изумрудном да но в реальности это платье шампань оно просто нереальное поэтому я его взяла да и не перестал заниматься с логопедом и в бассейн ходить в бассейн ходить мы пока перестали а с логопедом конечно занимается каждый день у нас группа логопедическая в садике вы выше роста своего мужчины и встречались ли вы с мужчиной ниже себя ростом не мой любимый вот на два с половиной три сантиметра выше меня ну примерно одного моего роста да но он чуть чуть выше встречалась ли я ниже да я встречалась ниже как видишь свою жизнь через десять лет прекрасно прекрасно просто все мои мечты реализовались и полной дружной семьей мы живем именно там где мы хотим мы чувствуем себя так как хотим чувствовать короче свободные счастливые имеем все что хотим вот так я себя вижу неужели вы собираетесь устраивать какие-либо марафоны в ближайшее будущее после того как закончите курс неужели неужели как будто серьезно вообще я не планировала какие-то устраивать марафоны я планировала вести коуч сессии вот и еще бы мне интересно было бы проводить групповые коуч сессии вот как раз будет у нас там один из модулей да и я хочу узнать побольше о групповой терапии какой-то да мне это интересно потому что это ну как бы за определенное время мы можем захватить больше людей плюс если это делать для группы это может быть дешевле то есть я вот думаю о том чтобы как можно доступнее и эффективнее и как можно большему количеству людей помочь за короткое время ну то есть исходя из этого только селена планируешь ли в ближайшее время поездки на дальнее расстояние да это как раз таки вот москва беларусь как вы считаете можно ли на сайте знакомств встретить хорошего мужчину если у вас знакомый кто женился вышел замуж познакомившись там честно я не знаю ну из тех кого я знаю нет это было все не через сайта знакомств а в целом ну почему нет мне кажется вполне себе вариант но даже вот вот я прекрасная женщина да замечательная но если я буду свободная да и как там у меня не будет времени ни с кем знакомиться к примеру да вот я свободно у меня нет времени знакомиться ну почему это я первым делом там регистрируешься на сайте правильно ну а где ну там вроде знакомиться значит там все заинтересованы в знакомстве другой вопрос как долго ты там будешь находиться да то есть нормальные люди там их быстро наверное расхватывают а не раз и уходят оттуда долго там не сидят а вот кто долго сидит там разные просто есть на сайте это связь должна произойти с кем-то условия должны сойтись и вы обязательно встретите своего человека а где это уже вопрос второй селена будешь ли покупать новый диван да буду но попозже селена как ты пришла в буддизм как принять буддизм пришла самостоятельно своими ногами своей головой у меня с шестнадцати лет началась такая какая-то жуткая тяга к эзотерике вообще я сначала не понимала куда ведь я хочу иду да я прочитала книгу мне попала какая-то книга в руки я увидела что эта книга необычная хоть и написано что это фантастика я не верила в то что это фантастика там такие мудрые слова были что человек который писал эту книгу он обладает какими-то чем-то обладают вот и все я меня у меня просто зародилась эта идея познать вот это вот познать то о чем не говорят о чем где-то пишут а что люди вообще умеют а на что мы способны просто сами начали рождаться в голове эти слова реально у меня не было людей я их искала у меня не было людей которые раз так познакомилась и он давай мне рассказывать о чем-то я их искала то есть книга попала мне в руки я даже не помню как эта книга мне попала в руки реально то ли я ее где-то купила книга о которой я говорю это священная книга оборотня пелевин это первая книга которая просто чуть-чуть у меня чикануло в голове и оттуда все пошло поехало и я выискивала просто я говорила об этой книге что люди думают читали ли они ее я искала этих людей которые хоть как-то связаны с эзотерикой с чем-то таким вот вот таким интересным и первое время первые годы эти люди знаете как они появлялись у меня здесь и тут же куда-то исчезали их потом найти не могла я могла оказаться в компании с кем-то да и понять о-о-о-о-о вот человек надо будет мне с ним пообщаться и тут же он где-то исчезал и растворялся понимаете я потом его искала и не могла найти а бывало так что я находила а мне люди говорили я не буду с тобой об этом разговаривать то есть вот так даже было понимаете вот ну и все условия в жизни сошлись так и люди на пути мне приходили и я там училась на преподавателя йоги и в индуизм и в кабалу и куча-куча разных людей со мной рядом были меня приглашали в разные течения я читала разные книги изучала разную философию и в конце концов условия сошлись так что я приехала туда где был мой учитель где были мои люди где был мой взгляд и с тех пор я там осталась все и счастлива и жизнь моя поменялась как принять а там уже вот когда вы придете к своему чему-то да можно почитать книги для ясности пообщаться с людьми которые в этом во всем понять ваш ли это взгляд подходит ли он хотите ли вы идти этим путем по жизни ну и там уже расскажут найдете расскажут как и что делать следующий вопрос селена здравствуйте у меня к вам будет три вопроса большое сообщение первое в своих видео вы часто упоминаете фисташку но кажется не представляли ее кто это просто интересно фисташка это девочка которая помогает мне с монтажом видео мы с ней познакомились вот так чтобы я прям вот вот познакомились в период тогда когда я начала вести стримы на твиче я играла у меня были прямые эфиры три часа четыре часа я там играла снимала все это и она просто по собственной инициативе она всегда была активна в чате общалась у меня и муж был тогда тоже в чате мы вот так все общались и у меня первое мой муж обратил внимание что говорит глянь какая девчонка здравая ну да такие мысли классные потому что ну не часто такое можно заметить что ты прям вот на кого-то обращаешь внимание не знаю вот так мы обратили внимание на то что она такая вот здравая девчонка как такие по делу всегда там пишет какие-то вещи да как бы инициативная то есть помогает там помогает отвечает на вопросы где-то в чате да ну то есть она себя очень интересно просто проявила как человек не специально просто как человек мы на нее обратили внимание вот потом она занимается монтажом видео и она просто по собственной инициативе начала делать мне ролики короткие то есть я представляю как работу она проделала она скачивала весь этот ролик с твича который у меня был там залит да после прямого эфира четыре часа да она его просматривала весь выбирала оттуда самые прикольные моменты и на десять минут делала короткий ролик который я залила bara потом на свой отдельный канал smoking этот канал которых еще не было второй канала тот центр он был такой игровой он просто делал мне эти ролики и помогал мне тем самым вот и у меня давно уже назревал момент такой чтобы кто-то мне помогал с монтажом роликах но так как мне не очень сложно было передать капоната методом довериться переводома монтировать Но я все-таки решила, что почему нет Я попробую ей предложить И вот хорошо было бы, чтобы мы сотрудничали Вот И по сей день уже сколько, я не знаю Уже не первый год, уже давно Уже давно Уже года 4, наверное Я не знаю, Фисташка Она оставляет комментарии Часто под видео у меня Фисташка, если что, напиши Сколько мы с тобой уже знакомы И правильно ли я И правильно ли я все говорю Если что, поправь, напиши в комментариях В общем, прекрасная девочка, которая просто Мне кажется, просто Она меня любит, ей нравится Ей я нравлюсь И поэтому она, я даже могу сказать, что Она помогает мне, она конкретно мне помогает Второй вопрос Вы когда-то в ФП В Экспрессе Покупали желе для ванны, говорили, что будет обзор Но его так и нет Просто интересно, что это за вещица и будет ли обзор Она лежит до сих пор Да просто кто-то мне написал из подписчиц Что Селена это, короче, какая-то там дрянь Что потом еле смыли Или что-то там забилось И я такая думаю, ой, нафиг мне еще забивать ванну Я как бы в планах его попробовать Ну, короче, она вот лежит там Ждет своего часа Сама не знаю, что это за штука Лежит до сих пор И третий вопрос Если помните, я вам летом в Директ написала про парня Которого ждала с армией Но он неожиданно бросил меня После я познакомилась с другим парнем Сейчас я вижу и чувствую этот контраст по отношению ко мне Он намного внимательнее, намного заботливый Не пытается переделать меня под себя Нет ультиматумов и манипуляций Когда я злюсь или обижаюсь Он просто меня обнимает Или пытается успокоить А не подливает масло в огонь В общем, одним словом Рядом с этим человеком я чувствую себя принцессой И рада, что он появился в моей жизни Но невольно, сама того не желая У меня в голове иногда возникают мысли о бывшем То есть намеренно я его не вспоминаю и не хочу Но если понимаете, у меня мысль сама приходит в голову Вот такая Как можно отключить эти мысли Забыть прошлое и не вспоминать об этом Анонимно, если можно Спасибо и хорошего дня Так, анонимно это что значит анонимно? Я сюда не прикрепляю ничего Но анонимно это когда вы пишете в директ А так вы написали в сообщениях тут И как бы, ну, видно Я не знаю, имя может быть не надо было вначале говорить Я его тогда вырежу Что касается про вашего парня Это вообще нормальная тема Особенно после того, когда вас бросили Это такой незаконченный момент Меня бросили, да? Меня, почему меня бросили? Почему меня бросили? Как минимум, почему? И это, знаете, как вот такой незавершенный Завершенный это когда вы все изжили уже, да? Вы уже все поняли, вам все ясно, что и почему А вот когда что-то не ясно Или с чем-то вы не согласны Или какая-то внутри обида засевается То это вообще очень сложно забыть Легко забывается, когда все ясно, все пройдено Вот Как эти вещи выкинуть? Я не знаю, но у меня был способ такой Я всегда все проживала Я не могла ничего выкинуть Я периодически могла там, да Вернуться мыслями своими И думать о том, что когда-нибудь я решу этот вопрос Не сейчас Сейчас мне некогда Сейчас я там в другом городе Или мне некогда Или еще что-то Но как-то моя жизнь Вот когда я особенно была молодая Складывалась так, что я помнила все эти моменты И я их должна была прожить еще раз Я должна была еще раз встретиться с этим человеком Я должна была То есть Чтобы я успокоилась Ситуация должна быть не такая Что меня бросили И я чего-то не понимаю Я должна Допустим Если меня бросили Я должна выяснить, почему Я должна еще раз встретиться Я должна вскружить голову этому человеку И бросить его сама Ну такие вот были у меня в моменте В детстве Даже было такое, что Не было даже у меня такого специального Что я там бросала кого-то Один раз было Один раз было Вот, что я там Специально как-то ушла от человека Так не предупредив, неожиданно, он думал, что я приду гулять вечером, а я взяла и уехала вообще, ну вот это я специально сделала, ну как бы порыв такой был, да, вот, а вообще каждый раз, когда я возвращалась через какое-то время к бывшим каким-то отношениям, просто поговорить, просто посидеть, пообщаться, я сидела и смотрела, как будто не хватало вот этой ясности, что не, не хочу с ним быть, да, ой, как хорошо, что я ушла там от него, да, ты же по-другому на человека смотришь, особенно если у тебя есть любимый человек, достойный рядом, вот, и вот как бы вот в прошлом я так этим занималась, сейчас в будущем я больше занимаюсь настоящим, ну то есть вот не в будущем, а в настоящем, я сейчас больше занимаюсь настоящим и будущим, то есть мне совершенно неинтересно сейчас уже, иди куда-то назад, не знаю, может это от возраста зависит, мне неинтересно куда-то идти назад, у меня настолько прекрасные отношения, что я вообще не вспоминаю ни об одном своем бывшем, чтобы он еще поселился в моей голове и я что-то там думала, нет, мне неинтересно, просто потому что я полностью занята своим настоящим, я занята своим мужем, я занята собой, я занята своей деятельностью, ребенком, обустраиванием всего, и столько всего интересного здесь, что мне вот сюда, сюда, сюда хочется больше энергии вкладывать, и как-то само собой ничего не возникает, некогда мне думать о моих бывших, вот, некогда, поэтому вот такой вот метод из прошлого, это встретиться, пообщаться, внести ясность, да, не обязательно прям сейчас, да, а просто может быть где-то держать это в голове, что при каких-то условиях было бы хорошо выяснить моменты, да, особенно если, допустим, вот парень, который вот в армии, да, там, ты там его ждала, там, все дела, тра-ля-ля, а после он там тебя бросил, может, по смс, да, или по телефону, и в толком никак не поговорили, это вообще очень может долго, блин, всю жизнь может это тянуться еще, да, поэтому хорошо бы просто, ну, по-человечески встретиться и с пониманием отнестись к этому, ко всему, не то, что ты козел, там, ты меня бросил, а попробовать понять, что он тоже человек, и что он мог бросить, потому что, блин, да, может, и хорошо, что бросил, понимаете, а не канифорил и не обманывал вас потом, а просто взял и оставил, ну, просто классно, когда ясность есть во всем этом, вот, ну, это мой опыт, вот так я решала эти моменты, да, сейчас мне просто уже даже и неинтересно во взрослом решать эти моменты, я, наверное, все уже решила в прошлом, поэтому мне даже не к чему возвращаться. Следующий вопрос, какие планы по поводу Дэнни, каким кружкам у него способности, куда хотели бы отдать секции, когда планируете школу, пораньше, попозже, какие, видите, у него склонности на данный момент к танцам и к рисованию. Планы по Дэнни, он у меня ходит в садики на футбол, у нас группа логопедическая занимаются они, я еще хочу, чтобы он ходил там же на танцы и, возможно, петь, а, еще там тэквондо, по-моему, нас открывают, я тоже на него записалась, ну, как-то там все нерезко, знаете, не так, что ты пришел, заплатил деньги, и он ходит, нет, там как-то все медленно, но на футбол мы ходим, вот, способности, вот, ну, то, что я назвала, то и есть, он такой у меня, драчун, пацан, да, и хорошо бы, чтобы дисциплина какая-то была, человек был рядом такой вот сильный, да, чтобы вот все вот рассказывал, понимал, вот, дисциплина, да, вокальный, он любит петь у меня, стихи учить, петь, он там повторять вот-то все дело любит, танцевать очень любит, вот, футбол, он всегда с детства бегал, как-то, ну, такие дела. В школу попозже, я не говорю желанием у него там пораньше в школу отдать, уже спрашивала и не раз, но так и не ответили, что там, что там с котиком, которого пристроили в добрые руки, все хорошо, и на эту девочку я подписана, она иногда выкладывает сторис с ним, редко, конечно, но выкладывает, все хорошо, спокойно живет, пузо набил, все с ним хорошо. Все, все, мои хорошие, я ответила на все вопросы, надеюсь, вы все довольны, у меня немножечко, вообще, я сейчас смотрю, у меня чуть-чуть подзабился носик, и прям вот я говорю-говорю без остановки уже сколько времени, я прям чувствую, у меня аж горло начало чуть-чуть болеть, вот. Как видите, мой цвет волос, чуть-чуть смывается серость, это и выравнивается цвет, красивый становится, мне очень нравится этот цвет. Дальше посмотрим, что будет делать с волосами, вот, в целом я довольна и счастлива этим годом, год был вообще американские горки, реально, вот, но в целом я довольна. Вот, вас поздравляю с наступающим Новым Годом, у нас еще будут видео с вами до последнего, до последнего дня этого года, я буду с вами, так что увидимся в следующем видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, но я с вами прощаюсь до следующего видео. Всех с наступающим и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok